лекция по бхагавадгите как она есть глава 13 текст 4 прочитано его божественной милостью а чабак твиданты с вами прабхупады 27 февраля 1975 года в майами сейчас я вкратце расскажу тебе о поле деятельности о том из чего она состоит каким изменениям подвергается откуда возникает кто является знающим поле и какое влияние он оказывает на поле мы говорили о том что тело является полем деятельности мы действуем соответствии с телом я остался той же личностью но когда у меня было тело младенца или ребенка я действовал по-другому сейчас ребенок действует определенным образом но когда у него будет другое тело он будет поступать по-другому аналогично кроме человеческой формы жизни есть еще 8 миллионов 400 тысяч разных тел мы объясняли это несколько раз воду населяют 900 тысяч форм жизни сколько из них нам известны мы не знаем обо всем этом досконально нам известны лишь некоторые виды рыб скажем 100 тысяч которые наблюдали исследовали зоологи но из ведических текстов мы узнаем что в воду населяют 900 тысяч форм жизни вот что такое ведическое знание там приводится совершенно информация там не говорится 901 или 950 там приводится точное число 900 тысяч далее когда вода испаряется на земле появляется растительность появляется множество больших и маленьких деревьев трав здесь у нас есть большие деревья и так живые существа из обитателей вот становятся растениями одно дерево может стоять тысячи лет они не могут сдвинуться даже на сантиметр это тоже форма жизни дерево живое эти баньяны тоже по-своему приспосабливаются чтобы стоять неподвижно и быть очень крепкими никто не способен сдвинуть их это та же самая борьба за существование как мы боремся за свое безопасное положение так и деревья ищут способы защитить себя кошки собаки тоже пытаются сохранить безопасное положение это называется борьбой за существование итак постарайтесь помнить что существует 900 тысяч форм жизни населяющих водные просторы эти сведения мы получаем из шастры есть рыба под названием тимингила которая глотает больших китов словно мелкую рыбешку это борьба за существование таковые законы природы ахастани сахастанам животные у которых нет рук то есть четвероногие у них есть ноги но нет рук становится пищей для животных с ногами и руками то есть человека человек тоже животное более могущественное и разумное чем другие животные и так шастрам говорит ахастани животные у которых нет рук становится пищей для животных с двумя руками ахастани сахастанам и ападани сападанам и животные или живые существа не способны передвигаться ападана пада значит ноги к примеру деревья растения трава все они не могут двигаться у них нет ног у них есть нога одна но передвигаться они не могут они едят ногами поэтому их называют пада па что означает пьющие через ноги например деревья пьют воду из земли при помощи своих ног поэтому они уходят своими корнями очень глубоко в землю чтобы отыскивать там воду если вы льете воду под корень дерева она продолжает жить они пьют воду они стоят на берегу реки пьют воду и покрываются густой зеленью хотя они пьют ту же воду все же у каждого дерева свои плоды свои цветы таково творение бога и мы должны понимать это ападани это те кто не способны передвигаться то есть деревья растения трава они становятся пищей для четвероногих животных чету шпадам четух значит четыре аналогично слабые становится пищей сильных выживает сильнейший тот же принцип действует в человеческом обществе примеру европейцы и американцы сюда прибыли европейцы вы приехали на эту землю америке так как вы сильны вы поглотили коренных жителей такова борьба за существование поэтому кришна говорит тат к шетрам я ч ч а я д рек ч а почему мы наблюдаем такое разнообразие жизни что привело к возникновению всех этих форм кришна все объяснит он говорит тат сама сена мишри но услышь об этом от меня все хотят знать почему жизнь столь многообразна я не знаю что говорят современные ученые но они не понимают что во всех телах есть душа мы это уже обсуждали мы все живые существа неотделимые частицы бога но мы оказались в разных телах согласно своим желаниям у нас есть желания разного рода существование 8 миллионов 400 тысяч разных тел говорит о том что у нас 8 миллионов 400 тысяч разных желаний этому нам следует учиться таких учителей как кришна поэтому он говорит тат сама сена ширину постарайся понять не нужно фантазировать найдется ли такой психолог который может сказать сколько существует типов мышления чувств желаний нет они не могут этого сказать но мы должны узнавать об этом от кришны верховной личности бога причина существования восьми миллионов 400 тысяч видов или форм жизни являются 8 миллионов 400 тысяч разных типов желаний именно 8 миллионов 400 тысяч вот что такое ведическое знание это точные факты итак наш путь познания в движении сознания кришны это слушание авторитетных учителей мы слушаем кришну поэтому кришна говорит для нас тех кто сознает кришну слушайте меня ибо я кришна авторитет в высшей инстанции кришна говорит маттах паратарам наньят нет ничего превыше меня итак мы получаем знания от высшего авторитета таков путь обретения знания мы ходим в школу в колледж к учителям зачем чтобы получать знания учитель школа или колледж являются в этом отношении высшими авторитетами идя дальше мы встречаем учителей более высокого уровня так мы доходим до брахмы изначального существа который изложил ведическое знание но и он является высшим авторитетом он тоже получил знание от бога об этом сказавшим от бхагаватам ади кавая изначальная личность из нашего тела тоже могут исходить другие живые существа брахма изначальное существо из него появляется господь шива а из шивы один за другим появляются такши и прочеты и множество мудрецов таким образом мы потомки ману ману тоже один из сыновей брахмы от ману происходит слово манушья манушья значит человек по-английски это слово тоже звучит как мэн ману мэн итак мы все потомки изначально личности высшего отца и между нами нет разницы в этом мире мы сами по своему невежеству создали различия я индеец ты европеец он американец этот африканец тот черный этот белый это мы придумали это кошка это собакам но в действительности мы все живые существа мы оказались в разных формах жизни потому что у нас разного рода желания которых насчитывается 8 миллионов 400 тысяч так это следует понимать когда же мы обретем духовное знание брама будто прасаннатма прасаннатма мы перестанем видеть различия ученый человек постигший браман познавший душу видит всех на одном уровне он понимает что кто-то собака кто-то кошка потому что находится в таких телах но мы не кошки не собаки не люди мы все души это истинное понимание ученые мудрецы видят вот образованный браман а вот собака а это свинья а это собакоед вот слон а вот корова это лишь разные одеяния но истинный хозяин одежды или тела дается такое объяснение мы рождаемся в разных телах сообразно разным желаниям тело подобно полю к шатре пахарь работает на поле и собирает урожай аналогично у нас разные типы тел и мы действуем при помощи тела находясь под влиянием телесного мировоззрения такую жизнь нельзя назвать цивилизованной если мы отождествляем себя с телом мы живем как животные знанием обладает лишь тот кто понимает я знаю что я не тело я лишь действую с его помощью в теле нахожусь не только я это необходимо понять здесь ясно сказано об этом это не трудно понять кришна говорит и живое существо и я пребываем в одном теле разница в том что мы индивидуальные души каждый из нас живых существ пребывает в своем теле но есть еще другое живое существо бог тоже живое существо как вы и я разница в том что он велик а мы подчинены ему к примеру у вас есть ваш президент он великий человек для вашей нации вы же человек маленький но он тоже человек как и вы аналогично бог подобен нам у него тоже есть две руки и две ноги посмотрите на кришну у него не сто ног и не сто рук у него те же две ноги и две руки в точности как у нас помню в библии тоже говорится человек создан по образу и подобию бога поэтому не думайте что мы придумали бога с двумя руками и ногами как у нас самих нет наше тело создано по подобию тела бога тела животных тоже созданы по подобию тела бога у бога великое множество форм у него есть множество других форм которым нет числа но так или иначе мы должны знать я лишь пользуюсь телом данным мне в соответствии с моими желаниями которые исполняет бог бог со мной с вами он в вашем сердце он понимает чего вы хотите мы пришли в этот мир удовлетворять свои различные желания по этой причине на свете столько разных форм жизни вы можете сделать расчет в материальном мире есть три качества об этом знают все кто-то пребывает в добродетели кто-то в страсти кто-то в невежестве вы встретите три этих типа существ как в царстве животных в царстве растений так и в человеческом обществе некоторые люди к примеру очень хорошие очень честные правдивые образованные знающие бога такие люди тоже встречаются есть очень страстные люди а есть люди подобные кошкам и собакам лишенные всякого знания слепые люди делятся на три типа почему потому что есть три качества материальной природы добродетель страсть и невежество смешайте эти три качества с другими тремя наборами качеств как художник смешивается разные краски синий желтый и красный изначальные цвета смешивая эти три цвета вы можете получить сотни и тысячи оттенков для этого лишь требуется опыт и знания подобно этому есть три качества изначальных качества добродетель страсть и невежество 3 умноженное на 3 образует 9 а 9 на 9 81 так мы получаем 81 один вариант каждый из которых может иметь тысячи и миллионы разновидностей отсюда появляется это число 8 миллионов 400 тысяч жизнь очень многообразно то есть 900 тысяч водных форм жизни 2 миллиона растительных форм миллион 100 тысяч насекомых 1 миллион птиц 3 миллиона животных и 400 тысяч человеческих существ цивилизованных не цивилизованных белых красных черных всего 8 миллионов 400 тысяч разных типов тел Кришна объяснит в чем причина такого разнообразия живые существа одинаковые они духовные искры неотделимые части Кришны Бога но почему они они воплотились в телах разного типа насчитывающих 8 миллионов 400 тысяч каждое живое существо есть неотъемлемая частица Бога об этом сказано в Бхагавадгите Кришна говорит по моему в 14 главе я отец всем этим формам жизни всем им они не появляются сами по себе ниоткуда я их изначальный отец поэтому те кто в совершенстве осознали Кришну кто достиг высочайшего духовного сознания не проводят различия между насекомым и слоном потому что прекрасно знают что и в слоне и в насекомом и даже в микробе та же душа ибо размеры души очень малы вы не можете себе даже их представить одна десятитысячная часть кончика волоса в шастрах приводятся все эти сведения но это невероятно малая частица настолько могущественно что способна управлять телом как слона так и муравья даже у муравья есть все те же склонности что и у человека вы можете изучить их поведение и убедиться что они тоже борются у них организованное общество они тоже едят спят зачинают потомство все эти аспекты присущи любой форме жизни четыре потребности тела а именно еда сон секс и защита присутствуют и у насекомого размером с точку иногда ночью можно наблюдать как они гуляют по страницам книги очень маленькие но у них есть все те же наклонности вы можете их изучить чтобы это увидеть достаточно даже поверхностного наблюдения это присуще всем муравьям, слонам или полубогам таким как брахма это понятно когда когда идя путем эволюции по милости Бога по милости природы мы рождаемся человеком у нас появляется способность понять что есть что поэтому Кришна объясняет эту науку Арджуне не человеку а не кошке или собаке Таткшетрам говорит он это тело в чем причина такого многообразия тел из чего созданы эти тела из одних и тех же материалов материальное тело состоит из четырех основных компонентов земли, воды, воздуха, огня а также из эфира или неба ума, разума и эго таков состав тела но я душа не отношусь ни к одному из этих компонентов те кто отождествляют себя с телом рассуждают чувство самое главное так давайте же услаждать чувство в этом наше счастье нет не в этом поэтому то мы и несчастливы хотя мы пытаемся безудержно наслаждаться мы все же остаемся несчастными потому что истинное счастье в другом только душа может испытывать истинное счастье пока вы не удовлетворите душу вы не сможете быть счастливым потому что наше истинное я это душа а не тело этот пример я уже приводил много раз птица в клетке вы лишь чистите клетку забывая позаботиться о птице может ли птица быть счастлива в таких условиях она будет постоянно плакать накормите меня дайте мне еды другой пример о котором я рассказал одному психиатру это сравнение тела с машиной тело действительно машина и у него два водителя один бог а другой индивидуальное живое существо бог дает указание а живое существо индивидуальная душа желает наслаждаться и находится в той же колеснице вместе со сверхдушой поэтому сверхдуша знает что я хочу я хочу наслаждаться и она предоставляет мне возможность ну хорошо ты хочешь этого но веди свою машину вот так ты же хотел этого хорошо веди ее вот так по правде по правде говоря сверхдуша или бог не желает этого но он очень добр например хозяин собаки предоставляет ей все возможности давай побегать туда сюда сходить по малой большой нужде при этом он стоит и ждет он держит ее на поводке но он предоставляет ей какие-то возможности эта собака служит мне ну пусть получит то что хочет вот что происходит без санкции бога мы не способны ничего сделать тогда почему он дозволяет нам грешить потому что мы хотим этого мы хотим этого бог не желает чтобы вы вовлекались в греховную жизнь поэтому идя на кражу вор делает это тайком бог говорит ему изнутри не кради ты запутаешься тебя накажут зачем ты крадешь но он будет это делать он будет это агьяна невежество бог всегда помогает нам но нам нет до него дела в этом наша болезнь поэтому мы рождаемся в разных телах и страдаем такова истинная философия бог находится рядом со мной мы словно сидим с ним в одной машине водитель и хозяин машины тело представляет собой машину бхагавадгита называет тело машины янтра рудхани майя янтра рудхани майя ишвара сарабхутана риддесе ваджуна тистоти майя бхамаян сарабхутани янтра рудхани майя ишвара 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 верховный господь бог находится в сердце каждого и направляет живое существо в ее скитаниях как янтра рудхани сидя в машине тела кто же предоставил эту машину майя материальная природа по указанию бога материальная природа предоставила нам с вами и всем остальным включая животных машину соответствующего типа то есть тело живое существо управляет машиной а бог сверх душа напоминает ему ты хотел наслаждаться так вот тебе машина езди на ней как полагается ты хотел есть все подряд без разбора я дал тебе машину свиньи иди и питайся экскрементами и живое существо очень довольна оно наслаждается наслаждается и думает какая замечательная у меня еда вот что происходит на на жони браман каре кододжо бххан каре тара жонма аххххатэжо нартам дас тхакур и ссене нартам дас тхакур поет те кто пошли путем кармической деятельности вынуждены рождаться в разных формах жизни и питаться всевозможной отвратительной пищей. Так они теряются в материальном мире. Если же вы обрели сознание Бога, веру в Кришну, Он укажет вам верное направление, чтобы вы смогли вернуться домой к Богу. И это наша обязанность. Согласно своим желаниям, я погружаюсь все глубже и глубже в адские условия жизни. Сначала я брахма, но постепенно превращаюсь в навозного червя. Став человеком, мы должны понимать, как это происходит, каким образом я воплощаюсь в разных формах жизни, как оказываюсь в зависимости от тела, что делает меня несчастным, в чем причина, кто же я, я не хочу страдать, почему же эти страдания навязываются мне, я не хочу умирать, почему смерть против моей воли приходит ко мне, я не хочу стареть, я хочу всегда оставаться молодым, почему же я вынужден стареть, таких вопросов очень много, когда мы обретаем достаточно разума и обращаемся к Кришне или представителю Кришны, наша жизнь меняется. В этом предназначение движение сознания Кришны. Оно предоставляет человеческому обществу возможности. Вы страдаете из-за своих желаний. Сейчас учитесь очищать свои желания. Тогда вы станете счастливыми. Вот что такое движение сознания Кришны. Желание не остановить, это невозможно. Но вы должны очистить свои желания. Это все, что требуется. Я считаю себя американцем или индийцем, тем или этим. Так формируются мои желания. Это мой долг, потому что я американец. Это мой долг, потому что я русский. Так давайте сражаться. Вы должны изменить свои желания. Это движение сознания Кришны. Вы должны понимать, что я не тело. Я не индиец, не американец, не русский. Я неотъемлемая частица Бога. Поэтому мой долг – служить Богу. Это называется бхакти. Когда вы познаете себя, таково определение бхакти. Сарваупадхи минира муктам. Вы должны очиститься от всех этих обозначений. Индуз, мусульманин, христианин, американец, кошка, собака – все это обозначения. Но я – чистая душа, ахамбрамасми. Эти представления являются обозначениями. Вы должны узнать, как освободиться от них. Это значит, сарвупадхи минир муктам тат параттина нинмалак. Когда мы избавимся от обозначений. Избавившись от обозначений, я не превращаюсь в ничто. Нет, я продолжаю существовать, потому что я – вечная душа. Порой я могу стать американцем, иногда индийцем, иногда кошкой или собакой, но эти изменения относятся лишь к обозначениям или к телу. Я же, как душа, вечен. Всему этому дается ясное объяснение. Итак, мы просим людей по всему миру воспользоваться этим знанием. Движение сознания Кришны не обманывает это научное движение, несущее благо всему миру. Люди страдают. Так давайте же смоем с себя все обозначения. Возможно ли это? Возможно. Как? Я думаю, американец, индиец, индус, мусульманин – все это грязь в моем сердце, очистить свое сердце. В нашем сердце есть грязь. Поэтому, если мы очистим свое сердце, мы освободимся от этих отождествлений. Я избавлюсь от грязи, если регулярно буду слушающим от Бхагаватам или Бхагавадгиту. Бхагавата – это книга, а также личность. Личность Бхагавата – это духовный учитель или другой возвышенный преданный. Он Бхагаватам, Махабхагаватам. Итак, Бхагавата Севая – это не только чтение Бхагавадгиты и Бхагаватам, но слушание этих писаний от личности Бхагаваты. Это необходимо. Читание Махапрабху советовал Бхагавата Парагия, Бхагавата Стханы. Если вы хотите постичь Бхагаватам, идите к личности Бхагавата, к просветленной душе. Мы не говорим о профессиональных чтецах. Это вам не поможет. Я могу сходить в церковь, в храм, послушать формальную проповедь, но потом вернуться к прежней греховной жизни. Нет. Общайтесь с личностью Бхагаватой, постигшим себя, и именно от него слушайте послание этой книги от представителя Кришны. К примеру, Кришна говорит «Тат Самасена Мешрину». Мешрину услышь от меня или моего представителя. Тогда ты получишь благо. Итак, эти центры открываются лишь для того, чтобы предоставить такую возможность людям, страдающим из жизни в жизнь. Таков наш долг. Мы взяли на себя эту миссию от имени Кришны. Кришна Сам приходит в этот мир, чтобы учить нас. Он оставил нам свой Шримад Бхагаватам. Затем он доверяет своим преданным донести это знание до людей. И мы пытаемся это делать. Мы ничего не выдумываем. У нас нет ничего своего. Богатство этого знания уже существовало. Мы лишь раздаем его, как почтальоны. Вот и все. Мы не испытываем трудностей. Наш долг — представлять Бхагаватгиту, наставление Кришны, без искажений. Нам не нужно ничего придумывать. Да у нас и способности нет что-либо выдумать. К примеру, есть много тех, кто выдвигает множество новых идей, новых философий, всевозможную чепуху. Это не поможет. Воспользуйтесь истинным знанием. Тат-ширину. Постарайтесь постичь его, внимая верховной личности Бога или истинному слуге Господа, который лишь передает слова Кришны. Он не станет говорить что-либо еще или не договаривать что-либо. Таково качество настоящего слуги. Например, у вас есть слуга. Вы говорите, «Дорогой, выполни это поручение, передай это человеку». Его обязанность — доставить ваше сообщение нужному человеку. Аналогично. Сейчас мы находимся в движении сознания Кришны. Мы должны просто воспользоваться этой возможностью. Мы должны слушать Кришну и распространять это знание. Это нетрудно. Те, кто прислушаются к этому, получат благо, как и мы. В этом смысл движения сознания Кришны. Спасибо вам большое. Обрыв записи. Наставление, которое я отдал вам. Повторяйте мантру Харе Кришна. Это очень легко. По крайней мере, 16 кругов. И следуйте регулирующим принципам. И молитесь Кришне о помощи. Все будет хорошо. В книгах есть все. Харе Кришна — это сам Кришна. Если вы повторяете «Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна», вы общаетесь с Кришной. И если вы соприкасаетесь с огнем, вы нагреваетесь. Аналогично, если вы общаетесь с Кришной, вы постепенно кришнаизируетесь. Когда же вы достигаете совершенства, поместите железный пруд в огонь. Он нагревается все сильнее и сильнее, пока не раскалится до красна. И тогда он становится огнем, потому что приобретает качество огня, хотя это железный пруд. И процесс состоит в том, чтобы оставаться в огне. Аналогично, если вы остаетесь с Кришной, повторяя Его святое имя, вы очиститесь, и придет день, вы кришноизируетесь. Метод очень прост. Повторяйте Харе Кришна. И вот и все. Обрыв записи. 24 часа. Киртания Садахари. Это не мои слова, это Чайтани Махапрабху говорит. Вы должны общаться с Киртаном. Чтение тоже Киртан. Равно, как и повторение на отчетках. Разницы нет. Поэтому организуйте свою жизнь так. Либо повторяйте мантру Харе Кришна, либо читайте книги. Когда проголодаетесь, примите немного просада. Не ешьте слишком много. В противном случае будете дольше спать. Принимайте как можно меньше. Наша обязанность – укротить потребности тела. еду, сон, секс и защиту. Духовная жизнь – это сведение этих потребностей практически к нулю. нидрахару бихара ка-ди биди тоу. Все госвами поступали так. Они победили сон, еду, сексуальное желание и потребность в защите. Так они свели к минимуму нидрахары, бихары. И у них оставалось много времени на повторение Харе Кришна. обрыв записи. Повторяйте Харе Кришна. Это их беспокоит. Это их беспокоит. Образ записи. Толк от промышленности. Беспокойство создали вы сами. Пищу вы получаете благодаря возделыванию земли. Об этом сказано в Шримад Бхагавадгите. Аннат Бхаванти Бхутани. Производите пищу. И тогда животные и люди будут всегда удовлетворены. На нашей планете столько земли. Я путешествую по всему миру. Вы можете выращивать зерно в больших количествах, чтобы накормить население в 10 раз больше нынешнего. Но нам не интересно производить пищу. Нас больше интересует обрыв записи. Вот что такое образование. Поступите в этот институт, и вы поймете. Если вы не следуете правилам и ограничениям, вы попадете в ад. Правопада, как Господь Шива может находиться в опьянении и при этом оставаться чистым? Мы не связаны с Лау Шивой. Мы связаны Нас интересует не Господь Шива, нас интересует Кришна. Должны ли мы умолять людей читать эти книги, Шилл Пруппада? Да, припадая к их стопам, пожалуйста, почитайте. Так это нужно делать. Так учил Прабхадананда Сарасвати. Он говорит, зажав солому в зубах. Это знак смирения в индийской традиции. Если я подхожу к кому-то с соломой в зубах, тем самым я выражаю свое глубокое смирение перед этим человеком. Так вот, он говорит, Данте Нидхая Тринакам, зажав солому в зубах и под айорни патья, припадая к вашим стопам, рассыпаясь перед вами в похвалах. Ахам, Бравими, я хочу обратиться к вам с просьбой. От такого обращения человек, естественно, согласится. Хорошо, говорите, чего вы хотите? Хей, Садхва, говорит он. Вы очень хороший человек, вы великий человек, но, пожалуйста, забудьте все то, чему вы научились. Все это чепуха. Пожалуйста, забудьте все, чему вы научились. Но что же мне тогда делать? Просто примите прибежище уши читаний Махапрабу. Ваша жизнь будет успешной. Так что мы будем льстить, сложив смирение ладони, мы припадем к его стопам и скажем, глупый, пожалуйста, забудьте о своих знаниях. Таково наше смирение. Пархупада, а читал ли Иисус эти книги, веды? Да, вы также можете читать Библию, это хорошо. Он поистине ученый, он действительно был в Индии. Да, да, мы не говорим, что вы не должны читать Библию. Читайте что-то, но постигайте. Иисус Христос говорил, не убей. Научитесь этому. Вы же читаете Библию и убиваете животных. Какая тогда от этого польза? Господь Кришна говорит через других существ. Прежде всего, постарайтесь понять, что вы читаете учение Христа, но нарушаете его заповеди. Тогда какой прок в таком чтении? Следуйте. Тогда это можно назвать чтением. Парупада, если мы следуем этим четырем регулирующим принципам и искренне повторяем 16 кругов каждый день, мы в конце концов очистим свое сознание от всего этого бессмысленного знания. Да, да. Все вы можете убедиться в этом на практике, кем вы были и кем вы стали сейчас. Это практический пример, это не просто теория. Шил Парупада, если кто-то отведает Прасада хотя бы один раз, он действительно родится человеком в следующей жизни? Да. Просто продолжайте есть. Все мои преданные пришли ко мне лишь благодаря Прасаду. Ты тоже? Мы предоставляем все возможности. Если вы больше ни на что не способны, пожалуйста, приходите и ешьте с нами. Хорошо, спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok